Друзья, приветствую, с вами Александр Демченко, и вы на каналах Дмитрий Гордон, в гостях у Гордона. Ну, посмотрите, кого я вам сегодня привел. Потрясающий, солнечный наш Рустам Солнцев. Рустам, привет, очень рад тебя видеть. Здрасте, замечательная публика, которая приходит на канал к Деми Гордону, и на этом канале замечательно, огромные тайм-слоты ведет талантливый Саша Демченко. Здрасте, здрасте все. Спасибо большое, здрасте, здрасте. Друзья, перед тем, как мы начнем, вы, пожалуйста, подписывайтесь на все наши YouTube-площадки, а также, пожалуйста, подписывайтесь на все социальные сети, и в особенности на YouTube-канал «Руссия и на Америка». Если вы хотите отдохнуть, получить колоссальное удовольствие и просто расслабиться мозгами, вам туда я смотрю, и вы смотрите, получайте колоссальное наслаждение. Оставляйте как можно больше лайков, комментариев под нашей беседой, не забывайте, пожалуйста, всего этого делать. Рустам, наверное, одна из самых важных новостей последних дней – это обнаружение детей Путина и Кабаева. Да. А вот когда ты узнал всю эту информацию, что их защищает 7 или 10 этих противозенитных комплексов «Панцирь», что у них есть отдельные поезда, отдельные яхты, отдельные самолеты, десятки миллиардов долларов на счету, отдельные африканские преподаватели, у тебя внутри твой маленький Рустам не позавидовал этому детскому счастью? Конкретно этому, конечно, нет. Знаешь, я думаю, что это хорошие ребята. Я более чем уверен, что это прекрасные дети. С хорошим характером, очень добрые, великолепные, даже благородные, стремящиеся к знаниям. И если их лишают общения с их сверстниками, как пишет досье, и они вообще не видят других детей часто и не бывают в больших детских компаниях, то мне очень жаль, что так происходит. Потому что поддерживать дискурс о том, что у Путина обязательно должны быть маленькие плохие ребята, я не хочу. Нет. Мое отношение к детям – это всегда такое. Я, знаешь, я смотрю на детей Киркорова и понимаю в том, что они невиновны, что этот упырь ходит с поролоновой задницей и трясет ими ею перед лицом другого ребенка на концерте. Нет. Дети вообще в этом всем невиновны. И мне очень хочется, чтобы они еще были по-человечески счастливы. Конечно же. Я им этого от всей души желаю. Ну, а если серьезно о зависти, то... Слушай, мое советское детство, оно было хоть и таким же, как у всех остальных ребят в моем классе, мало чем отличимым. Ну, может быть, оттуда и пошло, что мы как-то вот не приучены к зависти. Простой человеческой зависти, знаешь. А этим то, что я пожелал, пусть с ними исполнится. Все хорошее. Ну, смотри, началась травля в отношении тебя. Ты уже иноагент в России. Я тебя с этим, наверное, поздравляю. Не знаю, поздравлять, не поздравлять. Во-вторых, началась действительно травля. Против тебя работают отдельно взятые такие ребята, отдельно взятые YouTube-площадки. Есть такой Антон Суворкин, он мне похож, знаешь, на такого нефертильного сперматозоида. Парень, который постоянно что-то рассказывает и о Гордоне, и о тебе такой Z-блогер. Самый настоящий просто Z-упырь, который рассказывает всякую чушь абсолютно о всех ребятах, которые выступают против Путина и сбежали от путинского режима из России. Вот скажи мне, пожалуйста, он много чего рассказывает о том, что у тебя долг в 200 или в 400 миллионов рублей. Не хочу вдаваться. И о том, кстати, что ты пересекал украинскую границу, приезжал в Крым. Вот скажи мне, что из этого правда, что нет. Действительно ли ты посещал Крым? Посещал Крым. Действительно, был несколько раз в Крыму и работал уже в тот самый момент, когда Крым был аннексирован. Никогда этого не скрывал, никаких фотографий не прятал и держал ответ всегда. Причем и перед моими украинскими друзьями разговаривал, делился с ними этими мыслями. Честно говоря, не до конца отдавал себе отчет, насколько ситуация может быть серьезной и как эта ситуация может отразиться в дальнейшем. Вот такого несерьезного отношения, не только моего, а вообще в принципе людей к ситуации. Мне не казалась она патовой, мне не казалась она какой-то запретной. Я считал, что если меня зовут работать в Крым, то я как шоумен лечу и веду мероприятия. У меня даже не было разборок с собственной совестью. Да, я немного разговаривал сам с собой в этот момент, я задавал себе эти вопросы, но знаешь, отмахивался. Признаюсь, да, легкомысленное было отношение. Может, это было связано с тем, что Крым был взят бескровно, забран буквально. Не было убийств, не было массовых убийств, расстрелов. Страшно даже это все произносить. И, признаю, относился несерьезно. Началась война, она должна была начаться для того, чтобы и я в точности понял и свою ту ошибку, которую я допускал. Без тех денег я мог прожить. Но что сделано, то сделано. И говорить о том, что я каюсь или посыпаю голову пеплом, я не буду. Все это зря, все это пустое. Главное то, что происходит сейчас, главное мое отношение и мое служение делу мира. Пусть это звучит пафосно, пусть это некрасиво звучит. Пусть я для своих 50 лет звучу как-то, может быть, глуповато и не совсем как 50-летний. Но все-таки я считаю, что важно то, что происходит сейчас. Я у очень многих людей, в самом деле, отрезал то, что было до 2022 года. И оставил... Да. Ты понимаешь, что это была твоя ошибка раз, и ты поддерживаешь сейчас Украину и украинцев. То есть ты выбрал сторону. Я выбрал свою сторону. Я поддерживаю Украину и украинцев. И я поддерживаю тех россиян, которые желают прекращения бойни, понимают и четко определяют, квалифицируют виновных в этом во всем. Без всяких экивоков, без всяких хождений сбоку, без всех этих неоднозначников и все прочее. Этих людей я поддерживаю очень четко с обеих сторон. Ты немножко ошибся, Саш. Они только хотят сделать меня иностранным агентом по заявлению доносчика Бородина. Только взялись за это. Это еще не произошло. В любом случае... Скажи мне, кто заказчик этого всего? Да, чувствуется заказчик, потому что все как-то не просто так. Все начиналось с совершенно маленького. Но Затшушера, она на той Затшушера, она начинает палиться, она начинает себя показывать. Учитывая, что к этому Суворкину, ну, коль скоро речь зашла уже о нем, в комментарии приходят именно боты, которые то ли от дурости от его почувствовали этот запах крови и поняли, где им надо находиться. Боты, естественно, под литерой Зет. И туда пришли всякое Зет-говно, типа Садальского, Красовского. Опять же, там же этот Бородин. Это толстая мандовошка Садальский? Саш, АК-диабетическая стопа. Ты не поверишь, он пишет огромные благодарственные письма этому Зет-блогеру за то, что он якобы выводит меня на чистую воду. В отличие от Садальского, я никогда не изображал из себя артиста или актера, которым Садальский точно не является. Потому что, ну, сам понимаешь, да, Садальский по молодости не смог подать нам какую-то анфиладу прекрасных ролей. О чем говорит сейчас? В любом случае, я хочу закончить эту историю с этим блогером, чтобы ты понимал, как бы, ну, что там стоит. Этот человек находится в употреблении, это тяжелые наркотики. Он сам об этом рассказывает в своем эфире, очень часто жалуется на плохое самочувствие, спрашивает у своих подписчиков, что ему вообще со всем этим делать, потому что, естественно, когда ты наркоман, ты падаешь в эту яму, и ты находишься в бесконечной помойке. И то, чем занимается он, в принципе, очень отвечает его характеристикам. Он сам, опять же, в наркоманском бреду признался о том, что, пардон, что мне приходится об этом говорить, убил собственную собаку. И целую неделю Бассет Хаунд мучился и ходил под себя своими органами, с внутренностями и кровью. И этот человек, естественно, сейчас на своем месте. Зет Шушера. Будь они все прокляты, какую бы травлю они ни начинали, в мой адрес или в адрес моей замечательной жены, или в адрес Шпака, или в адрес Яшина, в адрес Панина, у них ничего не получится. Потому что, понимаешь, дело в том, что Суворкин больной и слабый. Наркоманы, они вообще в принципе, в своем не могут быть здоровыми и сильными. А я здоровый и сильный. Со мной ничего не случится. А еще я толстокожий. Это вдвойне оберегает меня от таких упырей, как он. Давай поговорим немного о других вещах. А вы, друзья, пока подписывайтесь на все наши YouTube-площадки. Дмитрий Гордон в гостях у Гордона. Подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube-канал «Руссия и Америка». Получите колоссальное удовольствие. Оставляйте как можно больше лайков и комментариев под нашей беседой. Не забывайте, пожалуйста, этого делать. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп». А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку. И еще много-много чего. Благодаря вам, покупателям фирменного магазина моего мерча «Гордон Шоп», я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Помогаем фронту. Русь, скажи мне, пожалуйста, почему, вот если взять весь шоу-бизнес, со всего шоу-бизнеса только у Максима Галкина оказались чугунные яйца, а все остальные как-то сплавились? Потому что они у него были. Они у него были, и они у него были всегда. Вот я дам такой детский ответ. Он всегда был человек с чугунными тестикулами. Увы, для многих других. Я это чувствовал в Максе, и меня это радовало. И всякий раз, когда я пытался открыть свой рот, ну и каким-то образом, знаешь, чуть-чуть что-то там покритиковать, не без этого. Я делал это. Я помню, я писал на «Эхе Москвы», на сайте «Эхе Москвы», что-то там на Макса, когда он, ну, скажем так, не очень, не очень, может быть, корректно пошутил над Лея Хиджаковой. Или мне показалось, что Макс так пошутил. И такое тоже может быть. Но потом, когда пошли разные, полные смысла человеческого глубокого содержания, его посты, и они, конечно же, предваряли войну. Макс писал об этом, писал, не осторожничая, не подбирая слов. Да, он держал себя в рамках. Да, он никогда не ругался. Он не переходил на личности. Но он демонстрировал себя как человека, который понимает, о чем он говорит. И понимает, что вокруг него происходит. И это происходящее ему не нравится. Не хочет Галкин и не хотел тогда, чтобы все возвращалось к тому и было, знаешь, как при бабушке. А давайте все вернем взад. Давайте все опять попробуем начать. И вот с этого отскочим немножко. И, как сказала Симоньян, после взрыва нейтронной бомбы над Сибирью, вернемся в год, это к 94-й. Так вот, Галкин не только, повторюсь, тестикулами, но еще прекрасным своим сознанием неземлеройки точно это ощущал. Он это чувствовал. И эти его тексты полные смысла. Он откликался на какую-то людскую боль, на какие-то события. Знаешь, как мне кто-то написал, зачем ты говоришь комплименты Пугачевой и Галкину? А потому что это мой долг, как блогера и как журналиста, говорить таким людям комплименты. Потому что если не сплоховал, не смолодушничал Максим Галкин, то какое я имею право быть молодушным? Ну вот смотри, два друга бывших, я так понимаю, Пугачевой и Галкина, Буйнов и Зверев, больной Буйнов абсолютно, и такой же больной, правда, на лобковую зону Зверев, заявили о том, что они хотят поучаствовать в войне. У них это называется СВО, так называемое. Что с этими людьми произошло? Всё просто. Начиналось это всё просто с подъелдыкивания власти, угодливости, лакейства. Я очень хорошо помню, как Зверев, придя на интервью, на то же абсолютно оппозиционное эхо Москвы, загодя, года за три до войны, до этих больших событий, меня удивило, он и там не мог удержаться, хотя речь шла о Байкале, которую он якобы защищает, хотя и на эхо Москвы он тоже нарядился в бабские колготки и парик, надев ведро бус себе на шею. Собственно, я удивлялся тому, зачем ты постоянно говоришь о том, что, собственно, президент России, это твоя ролевая модель, ты молишься на него, кланяешься в ту сторону и всё прочее. Для чего ты это делаешь? То есть, понимаешь, вот эти вот мерзости, как бы все эти авуары говна, которые он за собой носил, они были при нём. Но какая-то симпатичность в человеке оставалась в любом случае, хотя бы в случае, когда этот Зверев написал на меня заявление в полицию за то, что я, собственно, его протесты против узурпации Байкала какими-то там фабриками по производству целлюлезы назвал пиаром и причём назвал так всё по-детски где-то в прессе, что-то там я вякнул, и он пошёл и написал в полицию заявление на открытие на меня уголовного дела. То есть, эта мадам совсем с ума сошла ещё тогда. В любом случае, он просился на войну, просился в окоп до стыдного, ему около 60 лет, Звереву, и всякий раз, когда его привлекают к ответственности, например, по делу его так называемого сына. Андрей Малахов спрашивает у него, что ж ты сыночку-то своему, которого ты за собой тягал, пиарился на нём, так квартирку-то и не купил. И он сидит и со слезами на глазах, Зверев рассказывает, так я же совсем, говорит, старый. Так от меня, говорит... Слушай, а чего его не берут на войну? Боятся из-за ЛГБТ? По закону не подпадают. Слушай, и это то же самое, просто боятся, собственно, как бы за личный состав. Это раз. Во-вторых, где ты видел в окопе подставку для парика? Куда это всё складывать? Куда чулки класть? А ведро с бусами кто охранять будет? Ты понимаешь, это же смешные персонажи. Буйнов, больной раком, заявивший о том, что у него рецидив. У Буйнова то же самое. Полгода назад сидел, и ретиво, петушился в интервью у пропагандиста Манучарова о том, что он просился, дескать, на фронт, не взяли в силу возраста. Этой черепахе действительно много лет. Ну, послушай, понимаешь, что раздражает? Все эти черепахи были под крылом у Пугачёвой, и она защищала их, геев. Давай не будем забывать, что Буйнов тоже гей. И он чуть не пошёл по стопам. Это единственный Моисей пошёл открыто по стопам. Понимаешь? По пути. А эти-то скрывали, и Пугачёва их прятала, Пугачёва их прикрывала, а сейчас они от неё что, открестились уже? И один и второй? Пугачёва. Да, Пугачёва на самом деле помогла парикмахеру с карьерой певца. Она была первая, кто взяла его в тур, в свой, в котором он выступил на пробах парикмахера, который вдруг выходил и пел песню у неё в туре «Что ты делаешь, Алла». Это был его первый трек, с которым он вышел на большую сцену «Я про Зверева». Ты понимаешь, это тот самый случай, когда мы относимся геем, геем, ну, с пиететом, с должностью, красивым, классным, талантливым людям. Другим людям, типа Элтон Джон. Но мы должны понимать, что к вопросу об этих двух, ты должен понимать, что в них сидел тот маленький Медорас, который в итоге вылез и повёл себя как из этих двух людей, принадлежащих к ЛГБТ-комьюнити. Но они предали Пугачёву. И от этого не застрахован никто. Они предали своих. Они предали Пугачёву, которая была с ними, которая их породила. Потому что такого бесталанного, как Буйнов, ещё нужно было выпистывать, держать на сцене с его дурацкими песнями, типа Капитан Катаукин или Я московский боевой бамбук. Что он там ещё такое пел? Песен было спето немало, и все они в топку. Вспомнить нечего. Я про Буйнова. В любом случае, Пугачёва, знаешь, была благородной. И не зря ведь Буйнов даже в том интервью пропагандисту сказал Она сестра, говорит, моя. По одной простой причине. Пугачёва действительно всегда вела себя по-сестрински. И сейчас по-сестрински она жалеет Буйнова. Ну хорошо, давай поговорим о других зэп-патриотах. Шаман и Лепс поехали в Курскую область давать концерт. Один пел Я Курский, второй пел Я Счастливый Как Никто. И это, знаешь, настолько цинично, пока Путин пораздавал курянам по 10-15 тысяч рублей по 100 долларов нарыва, эти, вероятно, получили десятки миллионов. Десятки миллионов рублей. Чудовищно. Все эти поездки очень жирно оплачиваются из администрации президента. Просто так, конечно, они туда не прутся. Это всегда результаты долгих переговоров о том, что артист должен находиться в безопасности. Это выполнение и райдера тоже обязательно. Я помню, как первый раз шаман под давлением главы российской медиагруппы, бывшего барабанщика группы «Земляне» по фамилии Киселев и, как говорят, близкого друга Владимира Владимировича, приехал таки первый раз в ДНР. Уже в разгар войны. И выступал в дорогенных кроссовках от Баленсиаги, которые стоят даже сейчас со скидкой та коллекция стоит, по-моему, 1200-1300 долларов. И вот он в этих кроссовках скачет перед ошалевшими нашими мальчиками, которые смотрят на него и не понимают, на каком они вообще свете находятся, на том или на этом. И что это за обезьяна перед ними, зачем он скачет и что это за дурацкие песенки он перед ними поет. Поверь мне, людям, которые находятся на передовой, а люди там в самом деле оттуда, из горнила, прямо из этих котлов, не побоюсь этого слова, им до этого пафоса, конечно, как до луны раком. Им до жопы все эти их мартышичи выкрутасы. Они хотят другого, они домой все хотят. А им насаждают, как Екатерина когда-то картошку, как Демьянову уху, с уютом бесконечных артистов, которые им макер не нужны. Ни этот им не нужен, ни тот. Настроение они поднять никому не могут. Это абсолютное убожество. Тем более выступают они без музыкантов. Фонограмму включить невозможно. Этот леп, с которого всего трусит, он находится в сопряжительном наклонении. с одной стороны наркота, с другой алкашка, с третьей ему вот-вот жениться на молодой. Я не знаю, куда там родители ее смотрят. На волосы его. Да, как они вообще позволяют этому случиться. Я единственное, что могу сказать, да пусть крепит их Господь Бог, пусть он крепит их силы, потому что дальше больше. Ну, в общем-то, вот так. То, что ты говоришь про волосы лепса, не дай Бог это вообще живым людям видеть и нам с тобой в этом эфире обсуждать. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Ну хорошо, смотри, это очень странно. Что я замечаю? Вот если мы говорим с тобой о Дронере, у него же фамилия Дронову шамана, Продибли, Шахедову. Значит, смотри, он перед ночам Большой войны, перед 24 февраля 22 года резко создает песню, исполняет «Встань». Ни с того, ни с сего. Встань, да. Да, потом, когда проваливается абсолютно блицкрик, проваливается это наступление России, начинается контрнаступление украинских вооруженных сил, он выкатывает новую песню буквально за один день «Я русский». Потом случается «Крокус-Сити-Хоу-Теракт». За один день, за одни, просто за одну ночь создал, залил клипмейкер, режиссёр, постановщик, ну всё там было, понимаешь, текст, музыка, за одну ночь реквием. Скажи мне, пожалуйста, у тебя нет такого чувства, подозрения, вот как у меня, что он просто работает на Лубянку, что он просто исполняет задачи чекистов, и просто слушает вот этой звёздочке. Потому что он агент. Да, Саш, ты знаешь, на самом деле это не имеет никакого значения. Мяукает он польстивее всякий раз со своими песнюшками, потому что он на кого-то работает, это наш такой допуск с тобой, очень вольный, или потому что его сердечко подсказывает, что в данном моменте времени он должен включать именно эти аккорды своей души, быть настолько социально ответственным человеком. Ровным счётом никакого значения, где работает этот человек и на кого. В самом деле перед нами абсолютно номенклатурная сволочь. И когда люди у меня в чате каждый день на стримах спрашивают, что эти люди, что эти лакеи будут делать дальше, я понимаю, например, чем займётся Аллегрова. Аллегровой за 70 лет, и она уже плохо ходит. Над этим, конечно же, нельзя смеяться, потому что любой человек и любая женщина в её возрасте будет испытывать проблемы с прямохождением, как хордовая. Но в любом случае жаль мне её. Нет, как зет-артистку уже нет. Всё своё искусство она перечеркнула этими песнями, этими вставаниями на падагрические колени во время концерта исполняя песню про наших, за наших мальчиков и тому подобное. Просил ли кто-то Аллегрову это делать? Нет. Было ли это чьим-то научением сделать ей так? Нет. То есть, можно сказать, что в глубине души эта старая прохиндейка буквально ждала момента для того, чтобы выплеснуть свой фашизм в уши других людей. Знаешь, ради эксперимента я совсем недавно поискал её появление в Киеве и вообще в принципе в Украине. Мама, мамы родные, буквально, ребята, вы сами можете найти. Я по этому поводу сделал шорт, который, по-моему, какое-то гигантское количество раз репостнули. Я нарезал в этот шорт именно её выступление в концертном зале Украины в Киеве, в Харькове, в Донецке, всё там. Скажи мне, пожалуйста, плохо она себя чувствовала? Плохо её там кормили, наливали ей, деньги ей платили, ещё и небось мимо кассы для того, чтобы, не дай бог, она какую-то копейку заплатила налогов с этого всего. Конечно же, нет. Конечно же, она получала полное удовольствие. Так откуда же в ней эти миазмы? Откуда это ужасающее отношение к Украине, к украинцам? И ты у меня ещё спрашиваешь про шамана. Все они одним миром мазаны. Ну так вот, она уйдёт, допустим, на пенсию, но куда денется он? Получит ли он культуру отмены от всех остальных нормальных людей, когда вдруг всё это шмякнется в один день? Я не знаю, честно говоря, почему не отменили после начала перестройки Кобзона, который пел по хвальбе коммунистическому режиму. Не было же ничего этого. Не отменили Лещенко, не отменили, я не знаю, всех этих исполнителей патриотических, гуляев, богатиков, все они были, все они остались. Понимаешь, остаться-то остались, но любовь народная, её же так не заработаешь. Вот они все остались тогда, для примера, но люди-то всё равно любили кого? Магомаева, Пугачёву, именно тех, кто не пел о любви к партии, а пел о любви к женщине, к матери, к детям, к земле в конце концов. О любви повторюсь. Давай о любви, хорошо, сам завёл эту тему. Сейчас многие призывают, вот это все Шушера, вот эти все Z-блогеры, Z-журналисты, в том числе такие, как Соловьёв, давайте-ка вы своих детей, отправляйте призывников на войну и заткнитесь все мамочки там, вообще ничего не рассказывайте никому, не шумите, кастрюлями не бейте, молча заткнулись и отправили детей. А их дети как? Вот и начиналось с детей, да? Что ты не любишь говорить о детях, трогай детей и так далее. Но тут же есть ответственность, когда ты чужого ребёнка отправляешь, а своих прячешь где-то подальше за границей. Да, но тут уже речь уже не о детях. Дело в том, что у Соловьёва уже, ну так, с большой натяжкой его отпрысков можно назвать мальчишку этого, я понимаю, о ком ты говоришь, ребёнком. Там уже вполне себе не ребёночек, там уже в юнош, уже, я так понимаю, ему лет за 20 или около того. То есть, вполне себе, конечно, призывной возраст. Но Соловьёв, это, знаешь, это, конечно, гадюка, намазанная ещё и постным маслом. То есть, он, конечно, увернётся. И если ему задать вопрос о том, почему его ребёнок, почему этот его парнишка потлатый, вдруг известен тем, что он где-то там моделингом занимается или в каких-то фильмах пытается сниматься, а не моделит, например, возьмём в кавычки это слово, в ДНР. Поверь мне, он найдёт, что ответить. Ещё и нахамит, проклянёт тебя и всё прочее. Потому что они считают себя, во-первых, частью номенклатуры и, конечно, их теза, их основное, это мы отдельные, мы другие, мы часть системы. Вы под нами и вы должны слушать то, что говорим мы вам конкретно. Вы не должны прикословить ни при каких случаях. Каким образом вы смеете черни, гадливая, говорить о моём сыне. Вот то, что он скажет обязательно, Саш, поверь мне, этот вывернется точно. Поэтому... Так как и Михалков, кстати, с его дочерьми. Слушай, Михалков с его дочерьми, знаешь, что-то мне подсказывает, что дочки его, они не просто... Знаешь, скажу объективно, я много раз говорил о том, что они не талантливые, как артистки. И я настаиваю на этом. Но что-то мне подсказывает, что дочки его всё-таки не выросли мерзавками. Нет в них этого. Я этого в них не чувствую. Ни Анька, ни Надька, извиняюсь, что я их так походя называю. Но что-то мне подсказывает, что эти девки совершенно неплохие и внутри себя испытывают, может быть, даже что-то годливое по отношению к батеньке. Но пока мы об этом не знаем. Но это только пока. Да, они снимаются, да, они работают, да, они тоже часть всего этого большого кубла. Но в любом случае они молчат. Они могли бы стоять рядом с батьком со своим и проклинать Украину, пятую колонку и всё прочее остальных нацпредателей. Но они никогда этого не делают. Это подсказывает, даёт мне надежду думать, что передо мной неплохие люди. Смотри, Русь, давай поговорим о пропагандистах, разначили уже эту тему, Соловьёв, Михалков. Собчак недавно заявила о том, что написала, что какая прекрасная Маргарита Симоньян, что она наконец-то нашла близкое сердце, большое сердце в лице Маргариты Симоновны, что всё там хорошо и замечательно. А что же это Собчак упала на колени перед Симоньян? Что происходит? Это называется криводушие. Знаешь, долго-долго этот крокодил море синее тушил. И наконец-то выяснилось, что она её сильно любит. Причина, конечно, как бы до глупости проста. Якобы, Собчак благодарит Симоньян за то, что та поучаствовала в так называемом вызволении её ребят из тюрем. Это Никита Суханов, это Романовский и это Бегаев. Ребята, которые находятся в заключении и получили Суханов, к примеру, семь с половиной лет, а остальные Романовский и Бегаев по семь лет. За то, что Собчак, как главный редактор, принесла, во-первых, им фактуру о том, что на дне рождения Чемизова выступал преснопамятный Лепс нами с тобой уже упомянутый сегодня. И о том, что там был такой между собойчик. Ну, казалось бы, фактура пришла от Собчак. Далее, ребята эту фактуру обработали и выдали на своём тогда ещё совершенно маленьком телеграм-канале Тушите свет. Что произошло? Всех схватили за то, что они требовали блок на негатив от тех же структур Чемизова. Кто дал ребятам отмашку находящихся полностью под редактурой и диктатурой, потому что Собчак, понятное дело, диктатор. Кто дал им отмашку на то, чтобы требовать блок на негатив у больших известных людей, у высоких чиновников рож. Кто? Конечно же, Собчак. Знал ли об этом суд, где кошки ссут, когда судили этих ребят, те судьи судихи, которые присуживали им сталинские сроки, было ли там хотя бы маленькое упоминание этой жестокой женщины, Ксении Анатольевны? Нет. И вот теперь она отрабатывает, как когда-то зет-блогер Суворкин, убившись собаку собственными ногами, отрабатывает карму, якобы собирая донаты на приюты для животных, так и Собчак теперь решила поблагодарить Симоньян, тут понимаешь уже, не разбираясь в сортах говна, собачья это дерьмище или собчачья. Дай поблагодарю в уста тебя сахарные марго рассылую за то, что ты якобы поешь как соловей. Но в самом деле, ты знаешь, Саша, ведь срок скастили. Учитывая, что в России скащивают сроки на 15 минут 25 секунд людям, что бы они не натворили, если кому-то скостят что-нибудь там на 30 минут или на не дай бог на полтора года или полтора месяца, это праздник у девчат после этого происходит. Но здесь им скинули по три года. Именно за это Собчак ее и благодарит. Но на самом деле я бы на месте Ксюши так сильно бы не забегал и на колени бы не падал, а то позбиваешь, как говорится. Знай край, да не падай, уже заканчиваю. По одной простой причине. Черного кобеля не отмоешь до бела и Симоньян уже не отмыть. И за что бы ее Собчак не благодарила так коленопреклоненно, для людей это выглядит мерзко. Ну давай про кобелей, хорошо. Вот как-то ты подходишь к этому всему. Я не хотел, но ладно. Голубой Сваненок Милонов дал интервью Собчак и сказал о том, что он приезжал в Украину, на Донбасс и расстреливал украинцев. Падло такое. Это она тоже отрабатывает? Да, это чисто отработка со стороны Собчак, потому что она в самом деле конечно боится казней всех египетских, которые могут на ее голову осыпаться. И причем в любой день. Она прекрасно понимает, что история с Милоновым может зайти, что якобы это может быть интересно, потому что Милонов и тут и там. Не зря ты назвал его голубым слоненком. В любом случае картишки докрапленные. После того, как этот идиот рассказал о том, что он убивал людей, причем он настаивал, она переспрашивала его об этом. Мне интересно было, я в этот момент, у меня было час ночи, когда вышло это интервью, и я пока не дослушал его, спать не лег, гуляя с собаками вот тут у дома. Знаешь, и думаю, как же так? Неужели он может попуститься до этого? Этот слов не нахожу для того, чтобы в этом признаться. Но знаешь, вывод самый простой. Зачем Милонов в этом признается? Хотя люди уже выяснили, что в тот момент, когда он ей рассказывал о том, что он убивал людей, на самом деле он в Москве был. Да-да-да, это про картишки докрапленные, я об этом. Верить ему тоже нельзя. Этому убийце в кавычках в шее на собственном лобке. Ну так ладно. Знаешь, предположу, почему так исполняет Милонов в кавычках? Зачем ему вообще все это надо? Зачем он в интервью абсолютно ненадежный Собчак? Потому что как только режим завалится, Собчак начнет вываливать анфилады дерьмища и рассказывать, как ее заставляли, как ей звонили и прочее. Зачем он это делает? Из-за принадлежности к ЛГБТ комьюнити. Милонов это делает для того, чтобы обелять себя и понимать, что всякий раз он является сакральной жертвой для режима. Чтобы каким-то образом потратить им, чтобы уже исполнить, так исполнить, отлакействовать, отлизать уже до нельзя, то нужно рассказывать естественной с оглядкой на администрацию президента. Я был там и убивал людей. Посмотрите, вам достаточно, вам довольны, вы не будете меня казнить как гея, когда придет мой час. Именно поэтому. Давай поговорим еще о геях. Карл Корчевников возбудился из-за Ахлобыстина. Пришел к нему Иван Ахлобыстин на передачу, а Борис Корчевников полуглухой, если не глухой полностью, ни с того, ни с сего стал ему дарить какие-то никому неизвестных святых, иконы. Рассказывать, какой Ахлобыстин молодец, поздравлять его с какими-то праздниками. Почему Корчевников так он возбуждается на Ивана? Скажи мне. Идущий в ад ищет попутчика. Знаешь, это старая поговорка, которая только что пришла мне в голову. Вот так и с Корчевниковым. Его недавно прооперировали, знаешь, и он пошел на поправку. Во всех смыслах этого слова. То есть, я думаю, что производные, я думаю, что те смыслы, адовые смыслы, которые он высирал до этого, их будет еще больше. И я думаю, что ему на РТР поднимут зарплату. Я думаю, что он будет получать теперь премии больше, чем у всех остальных в 16 тысяч раз. Именно потому, потому что те производные, те смыслы, которые будут исходить из его смрада, они будут просто убийственные. Но самоубийственные для него. Идущий в ад ищет попутчиков. Никакой Захар Прилепин никогда не сравнится ни с каким Борей Корчевниковым. По производству смыслов убийства, ненависти, войны. Корчевникову скучновато в этой роли. Ему очень хочется, чтобы плечом к плечу тоже шел какой-нибудь упырь. Живодер. Да. Естественно. Живодер. И он ищет себе этих попутчиков, подыскивает. Всякий раз он прощупывает эти кости на прочность. Кто бы к нему ни пришел. Он пытается понять, как далеко он может зайти в этой риторике ненависти к Украине и к людям, которые высказались против войны и против убийств. Он прощупывает эту почву. Потому что люди к нему приходят в основном пожилые или, я не побоюсь этого слова, старые, как, я не знаю, как слоны, просто, как мамонты. И их легко обидеть. И эти люди тоже, многие из них имеют какие-то свои внутренние, я не знаю, установки, на которых стоят какие-то их принципы, какие-то их концепции. Но он всякий раз идет по этому полю и доходит. И слабеньких, конечно, он хватает за шею. Ну, признавайся, как ты ненавидишь Украину. И это бывает порой так смешно. Это бывает так смрадно, когда он впивается в жертву и утаскивает ее в свою норку. И там он ее дожирает уже к концу передачи. И она так уже извиваяся, истекая кровью, говном и потом, понимаешь, признается, да-да-да, Боренька, все скажу, лишь отстанет меня. А Боренька в этот момент абсолютно глухой, читает вопросы по телесуфлеру. Это, конечно, отдельный вид ада. Скажи мне, почему заткнулся Малахов? Ты знаешь, Андрей не заткнулся. Я, конечно, дружил с Андрюшкой, любил его всегда, любил по-человечески, понимая его, потому что козерог козерога поймет очень хорошо. Разные у меня с ним были с Андрюшкой отношения, были и близкие очень дружеские, разговаривали мы с ним на разные темы и могли вместе, знаешь, посидеть и похабалить, пока никто не слышит, поржать над кем-то, над кем не принято ржать. Но передача и время, конечно, сыграло злую шутку с семьей Конвей и в данном случае тоже. Андрей, конечно, отдуплился, расчехлился, ему пришлось, потому что 50 тысяч долларов это 50 тысяч долларов, и они сами себя не заработают. И пришлось ему, конечно, в своей передаче открыть портал ВАД и рассказывать о том, как эти женщины, эти вдовы наших мальчиков, и вот они, эти вдовы и бабы, сидят у него, орут, проклинают Украину, а тут он, а тут они, а тут вдруг появляется какой-то человек и рассказывает, как на фронте он приобрел новый опыт и счастье, но только теперь у него нет предплечья при всем при этом. Ну, в общем, страх и ужас. Но, знаешь, в такое тяжелое время, когда война уже на исходе трех лет, начинаешь ценить даже маленькие проявления немалодушия, недушевной скаридности. И Андрей это показывает, он транслирует это. Он никогда не зигует. Андрюшка никогда не пишет у себя в соцсетях то, что позволяет себе, например, прошмандовка Бородина. Никогда не делает то, что делает вся остальная прошмандовочная. Лолита, Леры Кудрявцевой, Садальские. Ой, подожди, подожди, ну хорошо, давай туда, так подожди, вы исключили из списка Прохора Шаляпина, моего просто любимого парня. И моего тоже. Как же я люблю. Прохора Шаляпина. Да, уехал, поехал туда. У каждого там бабушки вкуснее или он решил сдрыснуть из России? Ой, ты знаешь, конечно, эта персона еще та. Ну, знаешь, на людях он, конечно, довольно скудоел. Такое скудоумие демонстрирует, такую дурь все эти действительно бабушки, которые уже не нужны российскому телевидению, ни даром не нать, ни с деньгами не нать. Ничего не надо уже. Прохор Шаляпин, конечно, стратил. Раньше у него была внутренняя дорожка стадиона по одурманиванию всех остальных бабок в передаче того же упомянутого Малахова. Теперь все. Но как он зарабатывает, могу только допускать. Я думаю, что это какие-то дни города, дурацкие песенки там свои он поет, собственно, вот так руками разводит, шапки на нем дурацкие соболье или подсоболе, я не знаю, скотика, наверное, шитые. В общем, все такое дурацкое в узорах. Это такой, знаешь, как тебе сказать, шизофренический басков. То есть басков для бедных. Вот это то, что сейчас из себя представляет Шаляпин. Ну и, естественно, всем им. Вот тут, знаешь, очень интересный момент. Понимаешь? Я человек не богатый, но выезд лошадей держу. Так и с Шаляпиным. Знаешь, всем им очень важно показать, что, дескать, они все равно жопой-то своим в теплых странах, на теплых, безупречных побережьях, в великолепных резортах греются. Этот прошмандовочный поехал куда? В Мексику. Там, естественно, ему очень хорошо и вольготно. Слушай, а Мексика, допущу, знаешь, это совсем рядом со штатами. И вообще не удивлюсь, если эта шестерка окажется где-нибудь на границе с Аризоной. И завопит во все горло. Ай, спасите от Путина. Я мигрант, помогите мне. Да, да, да. Я против Трампа. Да, да, да. Спасите, пожалуйста, большевики администрации президента девственности лишают. Собственно, вообще ничему не удивлюсь. Знаешь, плавает он в белых шортиках, вытягивая и показывая ошалевшим бабкам у себя в соцсетях упругую попочку, о которой очень хорошо наслышан весь, собственно, весь ЛГБТ-клашар Москвы. Давай про попочек. Хорошо. Филипп Теркуров. Вот я на него смотрю. Он же превратился в какого-то облезлого, просто обдрыстанного терминатора. Вот как будто, понимаешь, его, этого терминатора обгадили. Что с ним произошло? С души воротит. Конечно, подружка его под фамилией Хайдаров, два неразлучника, понимаешь, да, да, да. Два любителя пощупать эскортные задницы. Собственно, подсуропило Киркорову, конечно, полную жопу, извиняюсь. То есть, поставить ему эти импланты мускульные, да поставить их в кривь и в кость, да не туда. То есть, понимаешь, то есть, импланты здесь, здесь, они сползли, их неправильно закрепили, импланты в плечи. Я тебе больше скажу, Саш, вот я сейчас чисто летом в Лос-Анджелесе, занимаюсь только аэробным. Я вообще не тягаю железки, но стоит, у меня мышечная память великолепная, я возьму две гантели, ровно через неделю у меня будут круглые, покатые, отличные мускульные плечи и такие же хорошие надутые банки. Понимаешь, то есть, работы неделя, ну, две. Нет, Киркоров зачем-то ставил себе все это на потеху публики. Явился со всем этим, со всей этой историей на новую волну в Сочи. Ты знаешь, это очень странно. Вообще, и Киркоров на новой волне, и все эти их наряды, и все это их бахвальство, и все эти их песенки, вся эта их отработка, все эти их морды и ужинки. И учитывая, что совсем недалеко, там же на юге страны, происходит вся эта жопа с Курской областью. Бедные эти куряне, ни в чем невиновные люди, снились с насиженных мест, в которых они жили еще, до царя Бобрака Кармаля, и убежали, неведанно куда, теряя свои завшивленные тапки, бедненькие, эти бедные люди. Это раз. Во-вторых, идет война. Это все ужасно. Гибнут люди, по подсчетам, какое-то огромное число каждый день людей гибнет, призывники. И тут идет эта гульба, эта гулянка. Они пухнут на самом деле от собственной важности в этот момент в Сочи, демонстрируя упитанные, напомаженные рожи, понимая, что они сходят с ума с этими пластическими операциями, с этими кошмарнейшими изводами, с этими изуродованными своими душами, они лезут в эфир, транслируют это, они дают бесконечное интервью. Страна находится в таком ужасном кровоточивом положении, а они делают это. И здесь не только Киркоров. Ты понимаешь, в чем беда этой ситуации, в чем бедность, убогость и ад этого всего? Ну, послушай, Киркоров же посоветовал Харламову этого своего хирурга, и теперь Харламов туда идет. Что будет с Харламовым теперь? с Гариком, этим любителем российских курортов и всего русского, как оказалось, парню из Америки, Гарику Бульдогу Харламову? Что с ним будет теперь? Это то. Что с Харламовым мне вообще не очень интересно. Дело в том, что они все уже изуродованы морально телеканалом ТНТ, сильнее, чем когда-то нам приписывали наши моральные уродства как участникам, как артистам, в контракте у нас так и было записано, артисты, снимавшимся годами в Доме-2. Сейчас, конечно, на них живого места нет. Верховодит всем этим Кургузой Кандылаки. Давненько Собчак ее не высмеивала. Собственно, и она, конечно, поставила уже такой крест на всех этих участниках. Вот сейчас их можно и нужно называть не Comedy Club, а Comedy Club. Вот они Comedy Club. Потому что, во-первых, смотрят их, конечно, Z-публика весь этот несмешной юмор, весь эти их приколы. Ну, собственно, Саша, все, на них все, заборонено. А Кандылаки всегда такой была? Всегда она была такой путинистской, Z-патриотом таким? Или она тоже притворяется и на бабках только? Слушай, она очень давно такая. Очень давно. Я знаком с Кандылаки и даже немножко с ней общался, и даже она мне нравилась, и даже мне казалось, что она приятная и даже прелестная даже в какой-то момент. Такая вот, знаешь, ужас, какая дурочка, со всеми этими своими кошмарными непоставленными голосами, со всем какой-то неестественностью и так далее. Ну, Кандылаки она предала многожды, и многожды кого. И свой грузинский народ она предала, и россиянам она не близка, она там враг, в России она чужачка, когда она выходит на все эти сцены и кричит, мы за Путина, мы за войну, поддержим СВО. Слушай, я как россиянин, человек, у которого до сих пор российский паспорт, и душой я со своей родиной, со всеми людьми, которые хотят избавиться от этого морока войны, я смотрю на нее и понимаю, кто ты такая? Что ты тут делаешь? И зачем ты срешь нам в головы? Кто ты есть? Вообще, объясни. Вот ты сидишь в Газпром-медиа, отмываешь там какие-то бабки, зарабатываешь, что-то там воруешь в ТНТ с этих откатов бесконечных, ублюдина. Теперь ты мне еще в голову пытаешься нагадить тем, что ты большая патриотка моей страны? Уйди, уйди, чтобы я не видел тебя. И поверь мне, Саша, вот так к ней относятся очень многие. Долина. Долина вообще сошла с ума. Боже, эта идиотка, ее кто-то развел, она сказала, что это украинцы, что у нее украли московскую квартиру дорогущую, дачу в Подмосковье, где-то все это на 170-200 миллионов, что она это все отдала, что это не она, что она не поддерживает Украину, а поддерживает Россию. Говорят, она даже рыдала. Не просто рыдала, она действительно плачет. Знаешь, хоть мама моя мне запрещает смеяться, грузовать. Долина и говорит, Русь, не трогай ее, она старая, и она попала в такую ситуацию, жалко ее. Не занимайся травлей, но я никого не травлю, кто не хочет быть отравленным, я так скажу. Выпей яду, сестра, как говорится. Знаешь, Адолина как хотела? Она думала, что она будет травить действительность, здравый смысл, рассказами о любви к Владимиру Владимировичу, а все остальные должны будут, выпив ее яду, ждать, что сдохнет только она? Нет. Она действительно травила действительность своим ядом, подхалимажа, и лакейство, но пострадала от него сама. Это лицо сушеных бананов. Понимаешь, вот то, что она получила, то ей и желало большинство, в самом деле. Я думаю, даже отпетые патриоты хотели, чтобы с Долиной что-то случилось. Вот с ней и случилось. Жаль мне Долину? Нет. Хочется мне над ней издеваться? Не очень, честно говоря. Нет. Действительно. Является ли это уроком отобранная ее жилплощадь? Я тебе хочу сказать дальше больше. Ведь та женщина, та россиянка, которая купила у нее эту квартиру, она ведь купила у нее ее добросовестно. И эта женщина понимает свою силу. И она понимает, что любой суд встанет на ее защиту. И она абсолютно добросовестно и уверенно требует, чтобы Долина свезла с этой квартиры все свое шматье вонючее. И котами засанные диваны повывозила оттуда. Потому что эта женщина купила у нее квартиру. Кстати говоря, за немалые деньги. А потом эти деньги Долина взяла и в авоське отдала какой-то тетке. А тетка их снесла куда уж никто не знает. Собственно, на помощь в Сауле. Не удивлюсь вообще, даже если и это произошло. Или просто цыгане забрали, инопланетяне, и эфиопы. То же самое. Мне вообще по хрену на самом деле, что с ее бабками случилось. Но плачет она, конечно, задорно и резво. То, что слышал я, знаешь, плачет она от души. И всякий раз думаешь, может пожалеть, может пожалеть, а потом осекаешь себя. Знаешь, меня она не жалела. Когда она во время войны не стеснялась записывать разные видосы, в которых был такой смрад, такая гадость. Идите, наши мальчики, на войну, бейте врага. Кто враг-то тебе? Украина? Ты же оттуда родом, сволочь ты старая. Да. Да, что ты такой... Из Одессы, которую они бомбят каждый божий день. Собака такая пошива. Что ты такое несешь? Кто ты вообще такое? Что ты такое? Как ты народиться-то могло на нашу голову? Ты зачем? Такая позорная. Кто ты есть? И думаешь, господи, провались ты со своими квартирами и своими деньгами. Боже мой, стыдобище ходячее. Но ты знаешь, что меня всегда удивляло? Ты вспомнил уже об Олегровой, о Долиной. Вот смотришь на американских див, которые стареют, но некрасиво стареют, покойная Тина Тернер, Шер, Мадонна, куча вот этих, знаешь, американских известных див, певиц. И эти, такие страшные, заскорузовые, хромые, косые, плохо одевающиеся, смрадные. А с другой стороны лайма. Легкая, обалденная, красивая, модная, современная. Почему так происходит, скажи мне? Опустевает людской завод. Талантами земля меркнет. Знаешь, соловья баснями не кормят, я тебе хочу сказать. А с лаймой, с лаймой только за семь верст комара ловить. С ней хоть на тот свет, хоть за чертом лысым. Оказалось, такая она здоровская. Оказалось, что внутри нее, такой сдержанной, такой милой и такой немножко отчужденной, такой чуть-чуть вещи в себе. Оказалось, что горит в ней огонь молодой, задорной, красной девки такой, знаешь, которая с пригорка спустилась, может и пошутить, и матом ругнуться, может, и сквозь щербинку в зубах плюнуть, знаешь, и семечек полузгать, собственно, и бабки какой-нибудь хромоногой воды из колодца принести. Вот так я к лайме отношусь, обожаю ее. Знаешь, лайма плотят плоти земли своей, то, откуда она сама. Это Балтийское взморье, это прекрасная Юрмала, где я разок только бывал, и сожалею очень об этом, что только разок. Это Рига, это Латвия. Понимаешь, я очень люблю эту землю, потому что понимаю, что эта земля делегировала нам всем лайму. Нам всем на радость, на загляденье, лайму с ее здравым смыслом, будь она здорова и богата. Это чудо-женщина, это великолепный цветок посреди пустыни, обожаю ее. Ну вот, Долина дала интервью Лилии Абрамовой, еще одной из-за блогерши, и сказала, что уже все эти участники голой вечеринки, полуголой, они уже свое искупили, их нужно пожалеть и простить. Простили всех. Лолиту хромоногую выпустили на сцену, Киркорова этого терминатора простили, Абилани вообще не вспомнили, как будто ничего и не было. А Собчак вообще, у нее все хорошо и всегда. А вот Ивлееву никто не вернул. Ивлееву как будто расстреляли, понимаешь? Если не в упор, если не физически, то мы видим, да, что произошло. Ее нет, ее уничтожили. Нету, ты знаешь, Настю может быть жальче всех остальных, потому что они, конечно, поиздевавшись над ней, так и бросили ее на обочине. И каждый раз они пришпиливают ей совершенно дурацкие инфоповоды. Ивлеева должна тут много миллионов заплатить, там несколько миллионов и все прочее. И так дальше. Может, они чувствуют, что Ивлеева внутри себя, как бы она не постила бы фотки о том, что она тут со свечечкой стоит или там со свечечкой. Нет, нет, Ивлеева из другой породы. И ее точно не переделать. Я за Ивлееву. Я хочу, чтобы она освободилась. С другой стороны, я, конечно, до сих пор так и не понял, какого черта она осталась и что она пытается из всего этого, так сказать, выжать. Какие смыслы? Какие, какие, какой толк, я в толк не возьму. Какой толк она там высиживает? В шоке уже все сожраны и жданники съедены. Чего, какого счастья она ожидает? Все становится только смроднее, ее все жальче, и она все дальше и дальше, между прочим, от окончания этой ссылки. Буквально ползет в кандалах куда-то вот на выселке в Сибирь. Понимаешь, вот то, что я вижу, не знаю, что будет дальше. Не понимаю даже. Несколько вопросов. Последних, вот ты вспомнил о новой волне? Да. А Гутин и Варум. Вот с одной стороны они вроде не поддерживают войну, не поддерживают Путина, с другой выступают на новой волне. Какая их позиция, как ты думаешь? Что они действительно, что они думают? Почему они это делают? Знаешь, они мой специалитет, такие люди. Это сложные люди. Это прекрасная пара. Я думаю, что отношения у них, конечно, тоже такие же сложные, как и песни Агутина. То есть, там не просто ля-ля-фа, как говорится, да? Хотя ля-ля-фа это одна из знаменитейших песен самой Анжелики. Я думаю, что проклинают они и режим, и виновника, и зачинщика, и проклятия их сильны и высоки. И я это чувствую. Приходится им порой прогибаться. Я не вижу никакого зигования. В точности от Анжелики точно нет. Да, Леонид выступал там на каких-то праздниках на Красной площади. Но, слушай, нужно поддерживать какой-то образ жизни. При этом есть определенная доля компромисса. Если ты к этому подводишь в этой семье, да, она есть. Но, опять же, это же, это та же история, что и с Малаховым. Они сглаживают эти углы, потому что внутри себя так же, как и Малахов. Они проклинают всю эту трихомундию тремя, понимаешь, слоями матов, матерных слов. Проклинают их, низводят их до нуля. Я думаю, что они сильно злые на то, что происходит. И учитывай, что у одного и у второй, скорее всего, красненькие такие американские паспортины. Потому что у них недвижка в Америке, дочка их в Америке живет. Слушай, их много чего связывает, собственно, с центром принятия решений НАТО. Да, поэтому они и остерегаются, и совесть им не позволяет. Они огромные патриоты России, собственно, как и многие из нас. И как патриоты России, они понимают, что для России лучше. А для России лучше выйти из этой войны и покаяться. А Игорю Крутому тоже все надоело? Он тоже презирает это все? Почему он лучше? Этот, да. Этот, слушай, сказать, что Крутой когда-то, знаешь, жил козьей жизнью, как, например, какой-нибудь Наджиев или Садальский, который пол жизни прожил впроголодь, начиная с перестройки, эти дурацкие фильмы, эти бесконечные яролаши, это все для одного, чтобы только заработать. Понимаешь, хоть что-то, понимаешь, на выпивку, на какую-то закуску, то, слушай, Крутой никогда не жил бедно. И, как говорится, и начинать. Поэтому Крутой очень четко понимает ток этой жизни и ценность, и электричество ему не выключишь. Крутой прошел через все врата ада, которые только возможны. Он знает все оттенки под названием «Раковая опухоль и как ее лечить». В самом деле. Потому что Игорь Яковлевич вылечил не одну свою раковую опухоль и, как видишь, жив и работает. Дай Бог ему здоровья. Это раз. Во-вторых, я уверен, что у Крутого, как и у Леонтьева, у одних из первых в российском шоу-бизнесе появился когда-то красный американский паспорт. И неспроста. У него есть недвижимость на острове миллионеров в Майами. Я лично был там недавно на этом острове. Там действительно очень-очень приятно. Там есть и простые виллы в самом деле, а есть и совершенно затейливые, на которых просто так не посмотришь в течение одной секунды. Приходится голову закидывать, как это выглядит прекрасно. Вот там Крутой и живет. И, собственно, от этой жизни он понимает ценность этого всего и понимает ту дурь, которую ему пытаются впихнуть как невпихуемое, как здравый смысл российские зет-спикеры. На это он никогда не поведется. Но у них не хватит изодору стать и прыти, заставить их это делать, чтобы Крутой вышел и начал, дескать, говорить, я за СВО, ах вы наши мальчики, бейте там врага. Он этого делать не будет. Руся, скажи мне, почему молчит Леонтьев и Софьера там? Леонтьев молчит по причине американского гражданства и по причине ненависти к тому, что происходит. Леонтьев вовсе не дурак. Это такая умная штучка, конечно, это такое человечище, как оказалось. Я никогда не считал его убогим. Это вам, конечно, не я не знаю там, с кем его может, это я не знаю. Не Филипп Киркоров. Нет, это не, знаешь, бери попло. Киркоров вовсе не глупый, просто Киркоров сметлив и угодлив. И от этого он так смешон, этот клоун. Нет, тут немножко другое. Тут надо сравнивать, конечно, совсем с грязью. Типа Сергей Рогожин какой-нибудь, знаешь, тоже бывший солист бывшей группы бывшей страны и бывшей эстрады группы Форум. Нет, тут надо прям совсем, чтобы с кизиком каким-нибудь сравнивать, чтобы было понятно. Леонтьев очень умный. И у Леонтьева есть американский паспорт. И у Леонтьева есть все атрибуты богатой жизни. Леонтьев это человек, который понимает абсолютно все от этой жизни. Он сильно взрослый. Я думаю, что у него полно всяких таких неприятных болячек. Опять же, то ножка заболит, то коленка, компрессик надо наложить. Но главное, что отличает Леонтьева, он по-настоящему любит свою родину, несмотря на американский паспорт. Россию. Он любит ее той любовью, которой и должен любить. И желает России лучшего. То, о чем я говорю сегодня весь эфир. Освобождение от морока войны. Освобождение от режима. Именно этим и грезит Леонтьев. О ком ты еще там спросил? София Ротару. София Ротару. Ой, София Михайловна, даже не знаю. Я думаю, что, конечно, она находится где-то в Европе. А может быть, она и летает куда-то там в внучке и в Америку, потому что на Манхэттене давным-давно уже куплена квартира. Манхэттен это прекрасное место, место силы. Понимаешь, София Михайловна все-таки человек сугубо советский. И в менталитете много советского. А это, это, сюда все. Это и, знаешь, это и скромность какая-то личная. Мы никогда не видели Ротару ни в каких кабриолетах. Мы никогда не видели ее открывающим двери, например, куда-то в свой ольков. А вот тут у меня золотой костюм, а вот тут серебряный, а тут это, а тут то, а вот это мои драгоценности ящиками. Никогда ничего этого не было. Ротару всегда вела себя скромно, она, она была артистична, она правильно монетизировала себя, даже будучи уже взрослым человеком, не очень даже здоровым. И сейчас она затаилась. Но позицию свою Ротару показала очень четко. И ее позиция только в одном. Все будет Украина. И этого у нее не отнять. Ротару в этом смысле очень крутая. И никакой другой номер, кроме номера один, на нее не повесить. Это вам, конечно, не тайечка повалий. Нет, Ротару все сделала и все спела правильно. Ну вот, а у нас выключился свет. Друзья, на этой ноте мы заканчиваем наш эфир. Спасибо вам большое, что все это время вы были с нами. Подписывайтесь на все наши YouTube-площадки. Дмитрий Гордон в гостях у Гордона. Пожалуйста, подписывайтесь на потрясающий канал Россия и Америка. Получайте наслаждение от просмотра. Оставляйте как можно больше лайков, комментариев под этим нашим видео и кликайте на все возможные колокольчики для получения новых уведомлений. О наших новых видео будет больше, больше и больше. Руся, спасибо тебе большое, что ты сегодня был с нами. Сашенька, и тебе спасибо. Здоровья, удачи всем, всем, всем здравым, добрым людям. Будьте счастливы. До новых встреч. Пока.